вы тоже обратили внимание с каким нескрываемым энтузиазмом с какой неконтролируемой энергетикой местные жители рассказывают про красоты своих родных земель где они родились где они живут где они видят свое будущее это просто не может не восхищать сейчас мы с вами находимся в селе под названием арша за моей спиной находится потрясающий памятник архитектуры храм космодомианский я дикцией надо поработать космодомианский храм и здесь где-то нас уже должен ожидать отец сергий и провести нам экскурсию он даже со стороны смотрится прям эпично я видел много храмов и даже в таком же состоянии и более плачевом состоянии но здесь я не знаю что возможно нам сейчас объяснят но какая-то глыба чувствуется в темное время суток кстати выглядит он мрачновато вот эти очаровательные прихожанки которые с удовольствием я надеюсь с удовольствием да нам расскажут историю храма и вообще как поживаете здрасте да расслабьтесь по это же это же не экзамен мы разговор вы видели проект пешком по республике когда-нибудь все тогда чего волнуетесь то у нас же все максимально я очень рад давайте начнем с вводной как у вас дела у вас лица очень это грустный что что ничего грустного нет все хорошо все хорошо грусть о том что что наш храм надо восстановить да очень давний этот храм это это строили у нас по моему купцы давить полушины по данным это я знаю что там по разговорам местных 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 жителей что это они были состоятельные это и решили построить храм храм они построили каменный местные старожилы говорят что когда строили храм собирали со всех двором дворов яйца чтобы фундамент был крепким и поэтому до сих пор у нас храм стоит стоит как говорится да я это не имею местная а вы откуда приехала 39 лет тому назад со звеневского района и так что мы сегодня имеем 160-летний храм старинный который долгое время было запрещено молиться и использовался как под зернохранилище правильно да лет сколько 20 не уже 20 30 лет назад вновь началась приходской приход это да приход вот и сейчас есть проблема уже 30 лет приход есть а храм в состоянии 1943 года да 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 проблема стоит в том что нужны ресурсы средства на восстановление храма я вот только помню что этот храм был закрыт как бы вот хозяйственные нужды вот помню как бабушка у меня приходила раньше вот тут же нельзя было заходить вот это и она подходила к одному из вот этих ворот как бы боковых да окон да так сказать ну вот эти с арками которые значит колоннами она туда приходила там что то есть вечерку поставит помолиться как бы вот все равно люди ходили да ходили даже сквозь ходили народ ходил вот рано-рано утром или как то так вот помню ходили а вот здесь вот где вот эти плиты лежали до сих пор лежат они конечно сейчас они не на месте на своем прежнем здесь вообще была дорога здесь у меня дедушка на лошади и развозил хлеб в общем то то есть в общем то помню здесь вот была дорога рядом рядом с храмом вот тут под этими липами проходила а плиты это когда принесли уже плиты я не помню когда видно и давно уже давно они имели непосредственное отношение к храму да да то есть но их наверно хоронили еще вот в те времена до закрытия да 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 и плиты сих пор тут лежат да и все равно лежат до сих пор это все равно лежали а там есть под землей то нет мы ведь не раскопки не проводили но факт вот что же было вот к этим даже камень вот такой вот как святости в цену вот так ну с таким вот но с чувством трепетом там проходили у меня знаете какой вопрос я вот когда храм обходил очень своеобразный вот с той стороны колонны как будто бы от дома культуры они изначально были да они изначально а еще я помню был ключ вот тут вот прямо по советской улице там где федя и валидия жила вот тут вот напротив антроповых там вот это в речке это в овраге вот там вот был помню ключ а сейчас уже сейчас он конечно зарос вот если вы почистите вот то можно там еще внешне восстановить две ключевые точки да сейчас вот это вот этот храм и шабаши да пока вот это да остается а так вот если посмотрите окрестности вот тут у нас вот значит главой администрации была шакира нельзя дубл хаков на и вот этот период мне сергей михалович был директором школы и значит они вот очень большую грандиозную работу провели по благоустройству вот этого территории парка администрация михалович калтурин сам приезжает помогает убирает косит он организует субботники он потому что говорит это мое детище и он гордится вот этим парком ну вот этот парке вот этот при церковной территории она действительно благораживается силами всего населения так а сколько населения в селе ну сколько в примерно 100 500 я просто даже не представляю насколько большое село я честно говоря вечером сюда приезжал был здесь один раз в сумерках уже этот храм очень-очень в темноте страшновато мне было 700 подсказывать примерно 700 человек 700 человек но они это уезжали которые а вот конкретно куда я это около 500 человек я там по этим отчетам я домов то не видел вот по той дорожке приезжал и знаете что я хотел а я обратил внимание мы пришли в темноте было страшновато непонятно он действующий не действующий что здесь вообще происходит и местные жители когда проходили каждый перекричивался я такой значит все здесь еще это еще не утерян не утеряна вера так вот я думаю что наши телезрители и те кому надо услышал ваш посыл вашу просьбу о помощи в строительстве храма в нашей республике есть подобные аналоги может быть сооружения какие-то вы не знаете потому что я видел ну не скажу что все но какие-то храмы я в нашей республике видел такие же по размерам среди наших марийских храмов я что-то так не припомню либо мне он здесь кажется потому что открытое место он огромным кажется просто вот может быть он действительно один из самых больших если не самый большой я к тому что наверное много таких точек у нас в республике которые надо постепенно поднимать нельзя в одном месте поднять в другом оставить я думаю что и до вас все равно это энергия дойдет и с с божьей помощью все восстановит а пока с вашего разрешения я бы хотел посетить храм конечно же с благословения отца сергия и показать нашим телезрителям каково же сейчас в этом храме внутри что сказать конечно же можно сказать 14 значит это июля у нас престольный праздник приезжает у нас очень много народу со всей почти республики приезжает юан он у нас каждый год и каждый год ежегодно никуда не пропускает и вот приезжайте тогда освети это как говорится опять интервью брать мы мы не обещаем что будем именно мы но кто-нибудь обязательно приедет 14 июля июля каждого года силуарша космодомианский храм открывает для вас свои двери ну конечно вы можете не ждать середины лета приезжайте а еще у нас зимний праздник космодомиана есть батюшка когда ноябре да ну что спасибо большое дорогие друзья отец сергий лично с изволил благословил нас на эту экскурсию и лично расскажет нам о храме решили мы сначала обойти потом будем показывать вам внутри знакомьтесь пожалуйста вот эти вот колонны которые меня в первую очередь честно говоря удивили потому что храм и вот эти колонны они выглядят как что-то далекое как будто бы от от архитектуры в формате которой вот храмы строились раньше ну и сейчас в принципе потому что они прям советский дом культуры как будто бы честно говоря да по ощущению откуда дом культуры добрались архитектуры то вот и как раз храмов и брала все а наоборот это они раньше конечно да они наоборот так мне хочется конечно здесь всего не по храм сказать а вот то что за нашей спиной так вот здесь находится могила 1918 год 19 января праздник крещение господне служба заканчивается и в конце службы прибегать люди из ожиганова и говорят то что приехал отряд воинов и в ожиганове начинаются обыски чтобы искать зерно а в это время мужчин ожигановских не было они по правду разверстки собрали зерно и везли его в город люди как были в праздничество одежде туда побежали в ожиганова но и в конце концов получилось так что там семь человек застрелили вот здесь вот они как раз похоронены и это все называется ожигановский мятеж имена и фамилии известны они вот здесь находятся здесь могила здесь за алтарем похоронены священнослужители ну и те кто удостоился похоронен быть рядом с храмом это раз чтобы именно определить где находятся могилы с поисковиками института договаривались но потом пришло письмо и почему вы заниматься решили этим делом мы не разрешаем так и запретили так что что-то сделать по храму даже гвоздь сказать вбить мы не имеем права памятник архитектуры и культуры ремонтировать его нельзя а разрушаться ему можно вот такая наша боль вот смотри уже упала а мы отсюда перешли совсем недавно служили здесь летом получается он как бы летний храм этот эта часть летний этот слева предел святителя никола архиепийского мирликийского чудотворца справа в честь иконы божией матери а зимой иверская зимой а у стой это это как раз летний храм это летний храм это летний храм холодный там который где свод обрушился печи стояли здесь из-за чего мы сейчас временно здесь поставили так загородили то что ну нужно сохранить с этой стороны осталась часть верхней плиты отопительной а сама печь сохранилась с правой стороны печь храм отапливался теплоходы везде ходу он видно что два отверстия выходят и с этой стороны тоже реставрация конечно масштаб роспись производилась третий-четвертый год семьи платуновых это наш знаменитый марийский художник 1903-1904 как я вот не понимаю если был склад но видно что на тракторах заезжали вон видишь тросами все корябали таскали а стены они не видели что ничего не делали это уже от побелки потом еще рисунки остались сами росписи то сейчас когда колебания температуры влажности то видишь штукатурка отслаиваться а вместо штукатурка и отсыпается все роспись вот только остался у нас северная часть это кирилл и форий вот еще последние участки остались немножко голова кружится и здесь проходят служба ничего себе сейчас попробую открыть чтобы посмотреть что там здесь мы ничего не делаем из-за того что сначала нужно а брать опасно и убрать опасные элементы которые на самом верхушке кирпичи и здесь опасно вот из-за этого затянулось мы бы сами убрали кирпичи но добро нам надо на это и помочь опасные элементы убрать чтобы не кого-нибудь не ударило там не пришибы 31 метр свод был высота все так иконостасы изготовлены тоже очень знаменитым мастером кирсановым но вот только частично элементы остаются от это художество отец сергий для наших телезрителей краткую историческую справку о храме приход наш образован в 1860 году 24 по новому стилю августа по старому это 11 старый храм который до закладки еще каменного находился в одном месте нашей крестили это по историческим данным храм был деревянный честь костмы и демиана после постройки теплого предела в честь иверской иконы божией матери святителя николая теплый храм разобрали и продали на другой приход закладка теплого храма было в 1862 году закончили в 1700 1875 потом 1878 до 1892 года строили холодный предел через костмы и демиана вот сейчас то место где у нас обрушить обрушение свода главного предела вот такая кратенькая справочка еще из истории что начиная с 37 года хорошо хорошо сохранилась переписка между приходом и тогда не района были кантоны мы относились к новоторвязь кому кантону были очень жесткие требования выставлены по ремонту храма когда эти все требования были выполнены полы покрашены на свежие выкрашенные полы еще краска не подсохла сбили замки завезли зерно и потом сказали то что все это наше имущество мы все уже ничего не нададим и с тех пор храм был запустение до 1990 1992 года когда его передали образовался приход передали его приходу и потихонечку начали ремонтировать но связи с отсутствием финансов было сделано очень-очень-очень мало вот такая краткая справочка хотелось бы все равно подытожить на какой-то более светлой и теплой ноте дорогие друзья всегда все в ваших руках в любом случае теперь и вы знаете что в селе арша советского района есть такой вот нельзя даже назвать просто зданием это настоящий храм который требует всего лишь чуть большего внимания чем она сейчас есть на этом наше путешествие по советскому району подходит концу я вас благодарю спасибо большое за то что ответили за то что подсказали и нам и нашим телезрителям о существовании таких таких мест увидимся с вами ровно через одну неделю где мы окажемся я не знаю но наверняка это будет красивая добрая и родное место нашей республики пока пока увидимся